И вот мы подошли уже почти к концу. И сегодня мы начнем с рисования взрыва. И причем использовать этот взрыв мы будем как для бомб, так и для снарядов. Разве что мы его немножко подредактируем размером, возможно и по цвету. В общем мы будем использовать один и тот же спрайт для двух разных объектов. Итак, смотрим какое у нас тут разрешение. 96 на 96. Что ж, тогда мы создаем новый документ. Я сейчас скопирую все, что здесь есть на новый слой. Вот так. И перейду в режим пиксель арта. А зачем вообще я сейчас это сделал и что сейчас вообще будет происходить? Для начала вам нужно будет открыть во вкладке окно, в биндоу. Почти самый последний пункт у меня, самый последний, это шкала времени. Вот, не помню как он там по-английски будет звучать. Вообще раньше было просто анимейшн. Ну да ладно. А вот, нажимаем тут галочку, если она тут еще не стоит. И начинаем. Здесь в принципе все просто. Мы нажимаем создать анимацию кадра. Первый слой у нас будет всегда фоном. А все остальные слои уже будут как сам кадр. Здесь даже отсчет идет с одного, а не с нуля. Прежде чем рисовать взрыв, нужно вообще знать, из чего он состоит. Всего можно развить его на три элемента. Так, возьмем кисточку. Первый это у нас будет дымок. Вот, ну в любом взрыве будет какой-то дым. Это просто аксиома. Если это не просто вспышка, а именно взрыв, то там обязательно будет дым. Причем дым может быть черный, серый, может быть красноватого или желтого оттенка. В зависимости от того, будет ли там огонь, или вообще какой по цвету будет взрыв, а такого цвета будет и дым. Точнее, такого оттенка. Поэтому не надо дым рисовать чисто серым цветом. У меня он сейчас, он хоть и ненасыщенный, но видно, что он имеет оттенок. Он не просто серый, как вот того же уровня, но серый. Уже он будет выглядеть по-другому. Так, следующий элемент. Это, собственно, сама вспышка. Обычно она белая, а по краям такие вот желтые, красные, всякие фиговины. Создал новый слой. И сейчас сначала возьму, пожалуй, белый цвет. Вот, сама вспышка. Она, как правило, белая. Потому что это очень яркий свет. А самый яркий цвет у нас, это, конечно же, белый. Такой вот перегруз для глаз, мягко говоря. Вот, и вспышка, конечно же, будет освещать и сам дым. Но не так сильно, как, например... Нет, стоп, не так. Она само собой будет освещать дым, но будет придавать ему именно освещение. Но не оттенок. Вот это вот важно не путать. Вот, ну и, как я уже говорил раньше, по краям там всякие вспышки. И, собственно, огонь, который тоже является важной или важной частью взрыва, в большей части даже неотъемлемый. Вот, так просто сейчас набрасываю взрыв. То есть, такого взрыва у нас в игре, конечно же, не будет. Ну, просто сама суть, чтобы вы понимали, что из себя представляет взрыв. Можно еще тут всякие добавить шипы. И, наконец, третий элемент, если, конечно, не считать огонь, я все-таки огонь и вспышку приравниваю к одному элементу. И третий элемент является осколки. То есть, если у вас что-то взрывается, то обязательно будут какие-то отлетающие частицы и какие-то осколки. Там будь то просто оболочка, например, бочки, которую вы взорвали. Может, это просто осколки от летающей стены, рядом с которой был взрыв. А просто даже пыль. Если взрыв произошел на земле, то, соответственно, может быть и пыль. Это вполне нормально. Пыль может быть как цвета дыма, только, соответственно, более бледная, так и более желтого цвета, такого песочного, земельного, даже можно сказать. В зависимости, конечно, от того, где у вас сам взрыв. Если там где-нибудь в городе, на бетоне, то он будет больше все-таки сероватый такой. А если где-нибудь там, ну, даже не в пустыне, ладно, в пустыне, он само собой будет желтый. А просто какие-нибудь такие земельные участки, а там уже будет такой коричневатый, желтоватый оттенок. Вот, собственно, такие элементы взрыва. Теперь вы знаете, как его, из чего он состоит. Осталось только научиться его рисовать. И рисовать его анимированным. Вот это вот сейчас оттенки на дым добавлю. Не стоит забывать, что дым у нас... Ой, смотри, не стоит забывать, что дым у нас является все-таки как бы облаком, и поэтому он не может быть, иметь таких вот жестких форм. Если, конечно, у вас не жесткий вектор, и какая-то такая стилизация, например, как в Worms, а там все это довольно грубо. Вот. И сейчас я просто говорю про реальный дым как бы, то он будет иметь вот такое вот, как облачко. То есть, по сути, это и есть облачко. Тучка, тучка, тучка. Вот так. А если же еще больше вдаваться в детали, то не лишним будет добавить реальный свет нашему взрыву. Так как вспышка все-таки это яркий источник света, соответственно, и вокруг она все будет освещать. Поэтому можно в режиме наложения, допустим, если вы просто рисуете взрыв, когда вы его анимируете, там уже в самой игре нужно будет редактировать освещение. Пока что мы его просто рисуем, так что можно и так показать. Такой вот желтоватый, режеватый оттенок, мягкой кисточкой. Вот так. Особенный плавный переход можно сделать около вспышки. И давайте такие вот тоненькие линии. В играх этого можно добиться с помощью применения альфа-масок. Я, в принципе, встречал такие вот примеры даже для геймейкера, где с помощью масок и режимов наложения как раз и делались такие эффекты взрыва. Поэтому на ГМ такой взрыв сделать вполне реально. Кто бы что сейчас не подумал. Частички тоже все-таки освещаются, но если они слишком уж мелкие, их не обязательно вообще прорисовывать. Просто такой вот мусор нарисовать. И не забываем, что они находятся в движении, поэтому четких краев они иметь не будут. И рисовать их лучше какой-нибудь мягкой кистью, либо потом размазывать. Вот, собственно, что из себя представляет взрыв. Теперь, когда вы знаете, что из себя представляет взрыв, можно уже приступить к его отрисовке и, собственно, созданию самой анимации. Рисовать мы будем отдельно слоями. То есть отдельно нарисуем дым, отдельно нарисуем вспышку и огонь, и отдельно нарисуем всякие отлетающие частицы. А, собственно, что тут будет у нас отлетать? Да, даже просто поднимающаяся пыль и всякие там частички с пола. Не обязательно уж так сильно затрачиваться с реализмом. Не забывайте, что это игра, что это аркада, и что это все-таки такой вот проект, который делают там, да, один-два человека. Конечно, в более крупных там студиях, где работают по нескольку художников, там, конечно, какие-то более... серьезные требования, более высокие стандарты, да и то, хочу сказать, не всегда. А нам уже главное, чтобы графика в игре просто была приятной и, как минимум, не отталкивала игрока. Вообще в фотошопе немного неудобно рисовать послойную анимацию. Я вообще в этой части больше люблю использовать флеш, потому что здесь, по-моему, только одна дорожка именно для покадровой анимации. А тут есть еще шкала времени. Точнее, даже не знаю, как это правильно назвать. Вот. Но суть в том, что... что это что-то не совсем понятное и подойдет больше для символьной анимации, например, как во флеше, когда мы делаем куклу и ей уже управляем. Здесь такое, кажется, прокатит тоже вот с вот этой вот шкалой времени. Но с покадровой придется немножко помучиться. Верю обычную пиксельную кисточку. У меня тут включена динамика и передача. Я для образца оставлю, пожалуй, этот взрыв. Пусть он у нас тут будет. А рядышком будем рисовать уже наш взрыв, который анимировал. Так, начнем с дыма. Сейчас я нахожусь на первом слое. Задержку сразу поставлю примерно 0,2 секунды. Может, потом даже и 0,1 придется ставить. И вот от портика телевизора, от его рамы, начну уже рисовать. Первое, что у нас видно при взрыве, это, конечно, вспышка. Огонь и дым, это уже идет в последнюю очередь. Поэтому, конечно, гораздо логичнее будет начать рисовать именно вспышку. Начинаем с простого кружка. Его делать ровным вовсе не обязательно. Так, получился какой-то снежок. Пожалуй, сейчас я все-таки использую кисточку для более мягких краев. Затем мы просто его сохраним в GIF с последующим таким экспортом, как мы сохраняли пилу. И получится уже кое-что более прикольное. Кое-что более прикольное. Так, теперь нажимаем новый слой. Этот слой можно, в принципе, отключить. Но отключать его нужно на первом. И с включенной галочкой распространить кадр один. Вот, ну тогда он у нас должен быть на первом кадре. Вот. А фон, он и есть фон. Он его тупо не учитывает. Поэтому если мы отключим фон здесь, то он здесь останется. А здесь у нас останется выключенным. Окей. Пока что включим. Он нам не мешает. Теперь создаем новый слой. И получается так, что новый слой это новый кадр. И теперь эту вспышку увеличиваем в размерах. Можно даже попробовать мягкую кисть. Можно и на первом его уже поставить. Вот так. затем третий слой. И не забываем добавлять слои вот здесь. Увеличиваем еще больше. Все, больше нам увеличивать не нужно. И теперь такой момент. Здесь на первом слое у нас включены абсолютно все слои. а поэтому мы эти галочки две убираем и заново выставляем. Здесь второй слой. Первый, кстати, отключим. Здесь третий слой. Смотрим, что получилось. вот в замедленном действии выходит вот так. Ускоряем до 0.1 и теперь вообще без задержки. Пойдет. Посмотрим, как у нас тут будет постоянно. нормально. Нормально. Просто стоит запомнить, что у нас эта вспышка на уровне с бомбами будет довольно часто, поэтому большую ее делать не надо. Мы ее все равно немножко уменьшим. Скорее всего, даже в самом геймейкере. И, конечно же, вспышка она затухает. Поэтому здесь можно не рисовать новый слой, а сделать, точнее, включить предыдущий. Я вот включил самый первый. И на новом слое уже вспышку убираю вообще. вспышка вообще может длиться буквально один-два кадра. Не знаю, почему я ее сейчас растянул на целых пять. Давайте попробуем все-таки уменьшить ее. А точнее, уменьшить количество кадров. Ну вот. И, собственно, что у нас будет на четвертом кадре? На четвертом кадре, пожалуй, будет пустота. Но здесь будет какой-нибудь другой спрайт. Короче, вы увидите чуть позже. Теперь я их объединяю в одну группу, называю их вспышка. Создаю новый слой. И теперь также покадрово рисую уже сам вот этот вот огонек. Возьмем желтый цвет. и позади вспышки уже также можем мягкой кистью сделать вот такие вот желтые оттенки. я добавлю такое движение боковое. И теперь это можно сделать поменьше. то же самое и на следующий кадр. Так, отключилось. Вот. Вообще анимацию в фотошопе делать немного муторное занятие. куда же деваться-то? На третьем кадре мы отключаем уже первые два. Создаем также новый слой. и здесь можно создать совсем уж маленький такой вот сгусточек. Так, отключаем теперь ненужные слои на первом. так, кажется все на месте. Проверяем. Ну да, уже больше похоже на вспышку. Вообще я думаю что вы немного не поняли а как вообще тут в фотошопе делать анимацию но я не буду это объяснять потому что действительно фотошопе делать очень неудобно или просто я сам не умею так делать чтобы было удобно поэтому я лучше показывать это подробно не буду возможно найдете какие-то ролики об этой теме получше. А здесь я просто показываю как мы будем анимировать взрыв для нашей игры конечно учитывая что у нас такой более жесткий пиксель арт а нам следовало бы использовать более жесткие края сейчас такой взрыв мы тоже сделаем а что же касается дыма так сейчас объединим папочку вот что касается дыма а здесь в принципе дымиться нечему но можно сделать пыль пыль у нас будет разлетаться в разные стороны то есть вот у нас взрыв да эпицентр взрыва еще разлетается в разные стороны от этого эпицентра а так как у нас бомба либо снаряд падает вниз то есть соответственно сами потоки воздуха они будут идти вот так вот в сторону это при условии конечно что здесь у нас земля так вот основываясь на этом мы будем создавать уже сам саму пыль создадим ее также мягкой кисточкой вот примерно вот такими вот мазками то есть я просто нажал отпустил слегка нажал отпустил и вот такими вот мазками мы получаем что-то вроде облачка можно конечно использовать специальную кисть облака для этого их к счастью очень много разных совершенно но в наш стиль такой реалистичный не впишется точнее а в наш совершенно нереалистичный мультившный стиль такие облачка не впишется поэтому просто воспользуемся мягкой кисточкой пока просто намечаю что пыль поднимается так что-то а случайно нажал пробел привыкну пробел когда нажимаю передвигаться по холсту а также пробел это запустить анимацию вот но сильно ширину вот так расходиться не надо нам все-таки нужно вписаться в размер спрайта в квадрат поэтому я сейчас это стянул вот так вот и тем же способом я просто добавляю деталек и скажем так массы так это уже на втором на третьем кадре у нас вспышка будет меньше всего а вот пыли может быть как раз больше всего сейчас я рисую довольно примитивный вообще взрыв самый примитивный который только можно для самой игры для вот этого проекта мы нарисуем третий взрыв буквально через несколько секунд или минут чтобы он вписывался в нашу стилистику ну хотя бы вот примерно вот такой и наконец последний кадр когда вспышки огня уже собственно нету а пыль она улегается на землю гораздо медленнее поэтому как бы основной кадр основная масса кадра будет именно вот эта вот пыль здесь она фактически заменяет дым вот так также дымом можно экспериментировать и делать разные формы например там чтобы был дым формы черепка там всякой там смайликом каким-то здесь уже от фонтайи все зависит в принципе я думаю вы поняли слишком большая получился так что смотрим что у нас получилось на взрыв похоже можно еще добавить так сейчас мы это спрячем назовем пыль добавить всякие линии как вот на вот этом примере они как бы идут в сторону зачастую они очень хорошо смотрятся просто не и во все виды взрыва не подходит также берем белый либо прям желтый я здесь выберу динамику формы вот так как нибудь так как нибудь какого-то типа солнышка получится но совсем круглый взрыв что-то смотрится не очень поэтому оставим все-таки без них вот и можно добавить всякие разлетающиеся частички которые будут заходить прям на сам взрыв но их уже надо помещать выше всего и не стоит забывать что также от эпицентра взрыва они будут в разные стороны вот так вот разлетаться в том числе и на игрока и от игрока туда дальше поэтому их сейчас нарисуем так ну черный цвет наверное не совсем подойдет ладно пока используем черный цвет и они соответственно будут находиться в движении просто сами придумайте им траекторию они будут лететь как-то вот так то есть сверх там вправо влево и так далее но не забывайте про силу притяжения которая будет их все-таки со временем тянуть вниз но я обычно так сильно не заморачиваюсь я просто их пускаю вот так показываю что они чуть падают и затем они просто полностью исчезают из кадра вот что-то примерно так на четвертом их уже быть вообще не должно проверяем можно попробовать сделать их тоже непрозрачными но что-то они все равно слишком такие получились вот так вот так уже смотрится получше видно что что-то отлетает и на этом этот взрыв мы заканчиваем давайте его пока просто сохраним для этого я отключу вот этот фон нет я его даже вообще солью и отключу так более того я его сейчас вообще просто обрежу чтобы нам было проще для этого я возьму самый большой кадр это у нас второй и по его краям обрежу посмотрим вот отлично теперь можно вообще этот фон отключить пока что так 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 вот это вот 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 Продолжение следует...